Всем привет! Сегодня выходной день. У нас воскресенье. Погода шикарная. Вышли с детьми в парк погулять. Уже на самокатах они катаются. Пока они гуляют, я хочу вам рассказать немного про современное поколение современных детей. Назваемое Z-поколение. Это дети, которые рождены с 2004 года. Соответственно, это дети, которые рождены в эпоху интернета. В их мире никогда не было такого момента, когда не было интернета. То есть они родились, он уже был. И это накладывает свои, скажем так, свои отпечатки на развитие этих детей, на то, как они живут, на что они ориентируются, какие у них авторитеты и как они приспосабливаются к современному миру. Соответственно, это же и накладывает некие страхи, скажем так, страхи родителей на то, как развиваются их дети. Дети поколения Z, их родителями чаще всего являются или люди поколения X, это те, которые родились 60-х годов до где-то середины 80-х, то есть до 85-го года или 84-го. Либо это Y, соответственно, миллениалы так называемые. Особенностями людей поколения X, то есть родителями Y и Z является то, что они выросли в Советском Союзе, как правило. И их родители, как правило, находились на работе, постоянно работали, были трудоголиками. Соответственно, дети поколения X, они рассчитывали только на свои силы. Вот наверняка вы часто слышали, как ваши родители рассказывали историю, что они сами приходили со школы, готовили себе еду, сами организовывали свой досуг, читали, например. Поколение Y немного иное. Люди поколения Y выросли в эпоху перемен. Это эпоха, когда Советский Союз разваливался, когда происходила куча терактов. Постоянно по новостям говорили о каких-то эпидемиях и вот все вот это такое. Потому что создавался инфоповод и он создавался именно на вот таких новостях, каких-то вот серьезных, отягощающих. Соответственно, также еще набирала популярность как раз цифровая эра. Все цифровое, появились первые смартфоны, интернет стал все доступнее и доступнее становился. Появились новые источники информации, какие-то новостные ресурсы, сайты. И на поколение Y это наложило свои особенности. Люди поколения Y, как правило, хорошо общаются как в обычной жизни, так и в сети. Также люди поколения Y предпочитают работать в команде. Если X это были соло игроки, поскольку они выросли одни, сами развивались, ни на кого не рассчитывали, то Y уже это вот такие командные игроки, любящие работать в команде. Для них еще людей поколения Y называют людьми большого пальца, потому что, как правило, они набирают смс одним или двумя большими пальцами. И именно вот это поколение стало так делать. Ну, поскольку появились, собственно говоря, смски, всякие ватсапы и прочие мессенджеры. Командными игроками они стали, скорее всего, потому, что X, которые являются родителями вот этого поколения Y, они очень сильно оберегали их и всячески не давали вот эту вот самостоятельность, которую подавляли самостоятельность в детях. Люди поколения Y из-за того, что вот они считают себя такими уникальными, как правило, хотят всего и сразу. Это очень хорошо прослеживается на работниках. Вы наверняка часто, там, общаясь на работе с HR, слышали, что приходят кандидаты вот этого поколения Y, то есть это люди где-то до 30 лет, ну, где 25-30 лет, и, как правило, они могут знать, не знать ничего, но при этом хотеть какие-то вообще невразумительные деньги просто за то, что они хотят делать. Это вот такая отличительная особенность этого поколения. Что же касается детей и вообще поколения Z, то эти люди очень сильно ценят время, очень эффективно его тратят и не готовы тратить его на что-то, не дающие каких-то определенных результатов. Из этих людей, скорее всего, будут получаться очень эффективные IT-специалисты, либо люди, разбирающие технологии, или так или иначе связанные с технологиями. Еще дети поколения Z очень быстро взрослеют. Если раньше, к примеру, средний возраст ребенка, когда он переставал играть в те же машинки или куклы, был, например, 10 лет, то сейчас это возраст трех лет. С трех лет, как правило, игрушки уже интересуют мало, и гораздо больше интерес вызывают планшеты, смартфоны и тот контент, который там есть. Также дети поколения Z это потребители. Потребители контента в любом виде, будь то youtube ролики, либо это какие-то статьи, заметки, социальные сети и твиты, там, не знаю, у кого что. Если предыдущие два поколения воспитывались на книгах и, возможно, каких-то фильмах, то современные дети или поколения Z предпочитают вот эти форматы коротких новостей, заметок, статусов в социальных сетях и, соответственно, их мышление из-за этого становится фрагментированным и поверхностным. Но это не значит, что оно хуже. Поколение Z, как правило, люди-интроверты, они очень замкнутые. И еще одной из особенностей таких детей, это то, что они выросли, как правило, в неполных семьях. Не как правило, но их больше, чем в поколении X. Потому что при Советском Союзе семьи рушились мало, а вот у Y, соответственно, гораздо больший процент распада браков был и дети воспитывались только одним родителем. Еще одной из особенностей поколения Z является способ получения знаний. Современные дети не видят смысла в образовании, том, которым они сейчас получают, из-за того, что они могут практически применить его никак. Но зато, так как они выросли с интернетом, они очень быстро находят информацию о нужной им области и быстро в нее погружаются. И, кстати, есть такая статистика, что среди поколения Z детей очень много тех, которые начинают работать еще в школе. И иногда их доход даже перекрывает доход родителей. Кстати, свободный график и непривязанность к офису это еще одна отличительная особенность этого поколения. Они очень ценят время и свою личную свободу. Дети поколения Z очень ценят персонализацию во всем. И современные технологии позволяют им это получить. Например, они не хотят на день рождения получить, например, диск какой-нибудь игрой. Они хотят быть в стиме и выбирать игры сами. И современные технологии позволяют это делать. Также отличительной особенностью этого поколения, одной из важнейших, является то, что им необходимо оставаться в сети. Быть в сети, находиться в контакте со своим окружением через сеть для них точно так же важно, как и дышать. Поэтому заверение некоторых психологов, что детей нужно ограждать от интернета всячески и так далее, это абсолютно беспочвенно. Также по поводу лимитов, на мой взгляд, полчаса в день для ребенка, скажем, десяти лет, который общается через сеть, это все равно, что оставлять его один на один с собой. Он просто не сможет общаться со своими сверстниками иначе. Родители детей поколения Z стараются сверхопекать своих детей, поскольку их сверхопекали самих. Но делать это крайне не рекомендую, потому что дети поколения Z — это дети, которые живут в эпоху «сделай сам». Например, исторически известный такой факт, что существует один легкоатлет, который учился только по YouTube-урокам и стал чемпионом. Поэтому они сами вольны выбирать, что им делать и как. Им надо лишь дать немного свободы. Безусловно, не значит, что нужно целиком и полностью позволять ребенку уходить в социальные сети, либо в интернет, или сидеть круглосуточно за смартфоном. Нет, это не так. Ребенок должен развиваться разносторонний. Стоит с ними выходить на прогулки, гулять, побольше быть на свежем воздухе. Но ограждать ребенка от интернета всеми силами не стоит. Возможно, стоит смотреть, что потребляет, какой контент потребляет ваш ребенок. Современные программные обеспечения позволяют регулировать как контент, получаемый на компе, так и вообще на телефоне с одного аккаунта, например, в гуглах. Кстати, вот этот принцип «сделай сам», когда люди учатся на каких-то уроках из интернета, для поколения X и Y ограничивается только, например, ремонтом или какими-то подделками. Хотя поколение Z смотрит на эту концепцию «сделай сам» полностью через... Ну, получается, воспринимает мир через эту концепцию. И, соответственно, это даже и карьеры касается. То есть эти дети учатся, зарабатывают деньги, просматривая контент в интернете. Вот, кстати, нашел одно исследование. Его делали в 2016 году в Сбербанке в России. И вот что пишут поколения Z. Это люди, у которых плохая бытовая ориентация вследствие эридической гиперопеки. Они верят в свою исключительность, неповторимую индивидуальность, стремятся к быстрому успеху, тяжело преодолевают жизненные трудности, упорный труд не для них. Считают, что в построении глобальных перспектив неоправданно важно жить сегодняшним днем. Не признают никаких авторитетов. С родителями часто дружеские и партнерские отношения не воспринимают критику. Любят самосовершенствоваться. Это поколение креативщиков и интернет-предпринимателей. Да-да. В информатике и технологиях разбираются лучше, чем учителя. Но это можно сказать и про Y-поколение, последнее Y-поколение, те, которые уже в 2000-х годах рождены. Фиксируют свое внимание на информации не более 8 секунд. Поэтому важно преподносить им эту информацию кратко, наглядно, о лучшей форме картинок. И комфорт и тикое счастье для них превыше всего. Как видите, принципы, по которым будут жить современные дети, они несколько отличаются от тех, по которым жили мы и наши родители. Разница в поколениях накладывает свои особенности на взаимоотношения ребенка и родителя. К примеру, как не потерять контакта с ребенком поколения Z. На мой взгляд, стоит все-таки погружаться в мир цифровых технологий вместе с ним. Вместе исследовать просторы интернета. Вместе находить какие-то общие интересы. Безусловно, находиться в тех же соцсетях, что и находятся ваши дети. Возможно, делать какие-то репосты, посты совместные. Отмечать их, тегировать. Можно писать в директ, можно общаться больше через WhatsApp. Можно находить какие-то совместные занятия. Например, совместные компьютерные игры. Это очень весело. Это очень сильно объединяет как родителя, так и ребенка. Допустим, в нашей семье часто по вечерам мы устраиваем игры по сети. Будь то Minecraft, который так любят современные дети. Или Roblox тот же самый. Ссылочки оставлю. Кто не знает, что это такое, либо сами погуглите. Кстати, погуглите. Это одно из любимых слов моих. И я всегда стараюсь и детям его, так сказать, навязать. Конечно, если ко мне приходит ребенок и спрашивает что-то, я стараюсь объяснить. Но всегда ссылаюсь, что больше информации ты найдешь в сети. Используй Google, используй поиск. Научись правильно искать информацию. Чем быстрее дети учатся искать информацию, тем быстрее они адаптируются в современном мире. Поэтому лишать детей современных гаджетов ни в коем случае нельзя. Надеюсь, эта информация, которую я вам сегодня поведал, была интересной. Подписывайтесь на наш канал. Оставайтесь с нами. Пишите в комментариях, чтобы вам было интересно. На какие темы вам еще хотелось услышать информацию. Постараемся подготовить для вас контент и подать его в нужном виде. Кстати, надеюсь, мои дети будут это смотреть и делать из этого какие-то выводы.